Ну, наши депутаты сегодня прислушивались не к иностранным дипломатам, а к правительству. Члены Кабмина пришли на час вопросов. Вот много ли депутатов ожидало их в зале и о чем, собственно, шла речь? Анна Каменева все расскажет. Игорь Грынев покидает пост главы фракции БПП. Эту новость сегодня активно обсуждали в кулуарах Рады. Якобы Грынев хочет сосредоточиться на работе советника президента Украины по стратегическим вопросам. Но в самой фракции эту информацию комментируют неохотно. Я к депутату от БПП, мне эта информация не дошла со ЗМИ. Заседание фракции не проводилось, поэтому официально комментировать не могу. Список кандидатов на пост главы фракции БПП разглашать не торопятся. Во всяком случае, до тех пор, пока Грынев не написал официального заявления. Но уверяют, три кандидата уже есть. И голосование может состояться на следующем заседании фракции. Ирина Луценко, Яращенко, Артур Герасимов. Да, вот эти три призвища, которые сегодня уже обговорюются. Как только будет официальная заявка, как только будет уже суточная заявка, и тогда уже пан Грынев, когда пойдет, будем сразу обговорить наступную кандидатуру. Но фракция не остается без управления. У нас очень много заступников есть. Говорили в Раде сегодня и о ситуации в Балаклее. Отчитывался глава госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. По его словам, в городе прекращена подача газа и остановлена работа автозаправок. Нет железнодорожного сообщения и перекрыто воздушное пространство в радиусе 40 километров. Из Балаклеи и окрестностей эвакуировали более 20 тысяч человек. А вот с премьером Нардепы дискутировали о блокаде на Востоке. Один из ее организаторов, Нардеп от самопомощи, упрекнул Гройсмана, дескать, Кабмин ничего не делает для обеспечения энергонезависимости страны. Наконец-то дошли руки у Нардепов и до проблем переселенцев. Рада утвердила часть законопроектов, разработанных оппозиционерами. До этого две недели парламент отказывался выносить их на голосование. Мы сделали заявку, что мы не будем голосовать в парламенте, пока не будут внесены законы про допомогу переселенцам. Парламент дослушался и закон был принят. То есть мы считаем, что это хорошо, это нужно продолжить. И парламент должен заниматься поддержкой людей, а не какими-то балочками. Уже к обеду Рада традиционно опустела. Нардепы ушли на неделю поработать в округах. Анна Каменева, Александр Васильченко, Ирина Романова, Иван Ермаков, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер.